Доброго времени суток! Команда IGM продолжает подводить итоги E3, и сегодня мы поговорим сразу о двух играх для PlayStation 4, показанных на конференции Sony, и напомнивших о том, что какой бы крутой ни была презентация Microsoft, японская компания все равно обладает мощнейшей линейкой эксклюзивов. Речь идет о Death Stranding от известного геймдизайнера и самого настоящего гения Хедео Кодзимы и второй части The Last of Us от студии Naughty Dog, геймплей которой стал одной из самых обсуждаемых вещей на этой E3. Давайте же обсудим почему. От выставки к выставке зрителям показывают революционные ролики, которые, к сожалению, почти никогда не отображают реальную картину игры, как в плане графики, так и касательно игрового процесса. Поначалу вторая часть The Last of Us напоминала один из таких роликов. Мало того, что игра выглядела чертовски красиво, она еще и демонстрировала какой-то невероятный уровень анимации, внимания к деталям и искусственного интеллекта. Противники, с которыми столкнулась Элли, ставшая главной героиней сиквела, переговаривались между собой и грамотно обыскивали территорию, на которой она пряталась, благодаря чему схватка, показанная в ролике, держала в напряжении от начала до конца. Многие, естественно, поспешили обвинить Naughty Dog в использовании заранее отрендеренного видео, а не реальной демонстрации геймплея. Но геймдизайнер проекта Нил Дракман заявил, что все, что показали зрителям, будет частью игры и не является обманом, чтобы набрать классы. Помимо этого, Дракман поделился рядом других, весьма любопытных подробностей об одной из самых ожидаемых игр для текущего поколения консолей. Так, мир второго The Last of Us будет в несколько раз больше, чем и оригиналом, а разработчики поставили себе цель добиться невиданного доселе уровня реализма. Проявляться этот самый реализм будет как в уровне графики и анимации, так и в искусственном интеллекте противников, о котором мы говорили ранее. Враги Эли будут умнее и опаснее, чем раньше, и столкновение с ними будет хотеться избежать. Делать это можно будет с помощью полностью переработанной системы стелсов, в которой больше не будет 100% вариантов укрытия и прилипания к тому или иному предмету окружения. По ходу демонстрации главная героиня, прятавшаяся от противников, старалась максимально тихо передвигаться от травы к куче металлолома, после чего вовсе спряталась под машиной, и ни один из этих элементов не был частью постановки. Вы можете сами выбирать укрытие и то, как вы будете двигаться к ним. Впрочем, стелс стелсом, но от реальной драки Эли убежать не удалось, и результатом долгой игры в прятки стала одна из самых жестоких сцен насилия в истории видеоигр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По ходу сражения Эли резала глотки, взрывала людей с помощью специальных стрел и не стеснялась орудовать пистолетом и топором. Все это выглядело настолько брутально и реалистично, что у многих представителей игровой журналистики возникли вопросы к тому, не будет ли игра полна так называемого насилия ради насилия. Лично нам кажется, что это немножко неправильный ход мыслей. Первая The Last of Us тоже довольно реалистично показывала вещи, происходящие с людьми после удара заточки или выстрела из дробовика. Но несмотря на это, ее сложно было назвать игрой поощрявшей жестокость. Наоборот. Во главе большинства геймплейных механик первой части стоял стелс, и нам всем видом давали понять, что открытых стычек с противником, будь то люди или же зараженные, стоит избегать. Мы почти уверены, что в сиквеле дела будут обстоять похожим образом, а реалистичное насилие станет еще одним поводом играть тихо и аккуратно. Ведь одно дело отрывать голову демоном в условный дум, а совсем другое резать глотки обычным людям, которые реалистично кряхтят, хватаются за раны и отчаянно борются за жизнь. Да и вообще, главной фишкой первой The Last of Us была именно ее история, так что давайте обсудим детали, которые разработчики раскрыли о сюжете сиквела, действие которого пройдет спустя несколько лет после событий оригинала. Элли 19 лет, и она вполне себе мирно живет в городке Джексон вместе с другими выжившими, среди которых будет и Джоул, к началу второй части окончательно превратившийся в пожилого ворчуна. Вся эта идиллия будет разрушена каким-то происшествием, после которого главная героиня встанет на тропу мести, и столкнется с культистами, которых нам показали в последних трейлерах. В ноте док намекнули на то, что вторая The Last of Us, как и первая часть, не будет однозначно делить людей на плохих и хороших. У условных злодеев будет своя мотивация, причем у многих участников культа она будет не такой, как у остальных. Звучит все это довольно впечатляюще, а выглядит еще лучше. К сожалению, точной даты релиза проекта нам так и не назвали, но есть все основания полагать, что его выход состоится ближе к концу эпохи PlayStation 4, и игра станет лебединой песней консоли. Нечто похожее можно сказать и про Death Stranding, презентация которой по традиции оставила больше вопросов, чем ответов. Спасибо, хоть геймплей на этот раз показали, пусть и весьма странным образом. Тут, впрочем, стоит оговориться, ведь судя по последней информации, все трейлеры, которые нам показали с 2016 года, будут частью проекта и являются чем-то большим, чем просто подборкой промо-кадров. Так что да, в Death Stranding будет в полной мере показана сцена из самого первого ролика про игру. Но давайте перейдем к новому трейлеру, по ходу которого нам не раз демонстрировали главного героя Сэма, в одиночестве путешествующего по живописным локациям с тяжелыми сумками за спиной. При этом в ролике практически не фигурировало оружие, и несмотря на то, что нам вроде как показали врагов, ясности, как именно сражаться с ними, нет. Равно как и нет даже малейшего подобия интерфейса, который, судя по всему, заменит различные индикаторы и датчики, расположенные на костюме протагониста. Что ж, все это вписывается в концепцию невиданного доселе проекта, о которой так долго рассуждал создатель игры. Говоря о Death Stranding, Хидео Кодзима сделал серьезный акцент на слове «связь», или, если вам угодно, «нить», которая в переводе на английский звучит как «strand». Он отметил, что его проект стал совокупностью связей между актерами, с которыми он работает, множеством других людей, приложивших руку к созданию игры, и, конечно же, самими геймерами. «Главной задачей игроков будет построение, связывание мира, и мы, если честно, понятия не имеем, что именно это значит, но геймдизайнер искренне надеется, что всех нас ждет совершенно особенный опыт». При этом на все вопросы о геймплее проекта его создатель ответил максимально уклончиво. Так говоря, об онлайн-элементах, упомянутых Матсом Миккельсоном, разработчик заявил, что датчанин поделился исключительно своим восприятием Death Stranding, но отметил, что актер не неправ. Типичный Кодзима. По словам геймдизайнера, цель его новой игры заключается не в том, чтобы убивать врагов. И несмотря на то, что в Death Stranding будут типичные шутерные механики, даже поклонники стрельбы поймут, что в нее стоит играть по-другому. Разработчики сделали серьезный акцент на том, что Сэм, роль которого исполнил Норман Ридус, представитель рабочего класса, а не суперсолдат. Поэтому не стоит ждать от него ловкого обращения с винтовкой или готовности совершать лихие комбо. Помимо Сэма, нам показали двух женских персонажей, роли которых достались Леа Сейду, известной по фильмам «Жизнь Адель» и «007 Спектр», и звезде 70-х Линси Вагнер, исполнившей главную роль в сериале «Бионическая женщина». Кодзима настолько долго хвалил двух актрис, что становилось даже немножко неловко. Так, Сейду стала сокровищем Франции, а Вагнер, которую геймдизайнер увидел, будучи подростком, его музой на все времена. Помимо этих двух прекрасных женщин, Нормана Ридуса, Гильермо Дель Торо и Матца Мительсона над игрой поработало еще два известных актера, имена которых пока остаются тайной, как и большая часть другой информации о проекте. В общем и целом, несмотря на демонстрацию вполне себе настоящих геймплейных кадров, Death Stranding все еще остается загадкой, и, судя по всему, Кодзиму это вполне устраивает. Геймдизайнер заявил, что попытки фанатов угадать, о чем будет его следующий проект, уже давно превратились в увлекательную игру. Что ж, это действительно так, но мы все же надеемся, что Death Stranding получится лучше, чем любая фанатская теория на ее счет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА